МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там будут рядами, там тысячи костюмов. Все это меняется молниеносно. Королевский цирк – это совместный проект заслуженного артиста России Геи Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. Это шоу уже завоевало сердца зрителей в разных городах России. Во многом благодаря спецэффектам и техническим решениям от представления не оторваться. Мы были здесь, именно коллектив Королевский цирк был здесь пять лет назад. За пять лет программа поменялась, можно сказать, полностью. Но 98% она поменялась. Поэтому то, что вы увидите уже в эту субботу, это будет абсолютно новая для вас программа. У нас действительно новые номера, новые костюмы, новые постановки, новая музыка. Шоу состоит из мини-спектаклей про роскошный бал или испанскую кориду. Среди них есть и номер «Анна» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Это действительно вау. Объясню, опять же, почему. Потому что даже вот мы, уже видавшие все в цирке, когда делался этот номер, мы никак не могли понять, как можно соединить просто мировую классику и цирк. И наши режиссеры, конечно, сделали из этого просто такую конфетку, когда ты проживаешь весь Анной всю ее жизнь. Помимо клоунов, акробатов, жонглеров и артистов балета, цирк сложно представить без подопечных дрессировщика. Животных у нас много, причем у нас, можно сказать, каждый номер – это своего рода аттракцион. У нас есть лошади, королевские фрезы. Просто потрясающий номер, когда выходит такие мощь на манеж. У нас большие, огромные черные лошади, и точно так же девочка-дрессировщица с ними работает одна. Это свобода лошадей, это очень красиво. Лошади сами по себе красивая работа, хорошая. У нас есть яки, конечно же, тигры. И еще один у нас есть уникальный номер – номер «Зима», где работают олени, такие как моралы. Также там представлены лисы, причем лисы разных пород. Гастроли Королевского цирка стартуют в субботу, 3 февраля. КОНЕЦ